Привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Слушать звуки восточного гонга нам поднадоело, поэтому сегодняшняя тема уносит нас в старую добрую Европу. Итак, 14-15 века, столица пива, готики, алхимиков и священной римской империи Прага. Ну а сегодняшняя тема звучит достаточно мило. Гуситы. Скажем немного слов о самой империи, потому что она была весьма любопытным государственным образованием, которое объединяло Германию, Голландию, часть Италии, ну и еще там по мелочи. Спустя 300 лет после всех этих гусицких войн старина Вольтер скажет, эта страна не является ни священной, ни римской, ни империей. Такой парадокс. Ну, священной ее называли, в общем-то, потому что власть императора священна. Видимо, более священна, чем власть короля. И это смотрится забавным на фоне того, что эти самые священные римские императоры реально никогда не могли найти общего языка с римскими папами. От самого Рима в империи тоже осталось, в общем-то, немного. Все-таки его основным преемником считалась Византия, которая, правда, уже дышала на ладан к 15 веку, но эти ребята реально тысячу лет уже себя называли римлянами. А дело было в том, что вся эта немецкая империя была куском развалившейся империи Карла Великого, который тоже претендовал на римские лавры. Это каламбур или тавтология? А уж с империей вышло, ну, совсем глупо, потому что, несмотря на наличие императорского титула, тогдашняя вся эта страна представляла собой скорее конфедерацию независимых графств и герцогств. Ну, а императора Кайзера выбирали посредством голосования. Ну, а если учитывать, что преимущественно немецкое население разбавлялось бесконечными всякими чехами, голландцами и итальянцами, то становится ясно, что под грозным названием Священная Римская империя прячется нечто. Нечто, что довольно трудно назвать цельной и централизованной страной, я имею в виду. Итак, чешский король, он же император Священной Римской империи. Это нужно знать только для того, чтобы понимать, что все описываемые сегодня события происходят не в провинции на краю света, а в самой пафосной, богатой, благоустроенной части империи. В этой самой Чехии простой, но очень сообразительный крестьянин по имени Янгус за три года пробежался по ступеням академической карьеры и к 1369 году стал деканом Пражского университета. Вот так вот. А заодно принял священный сан. И, видимо, успехи на поприще науки так вскружили голову перспективному и не очень молодому Янугусу, что тот моментально решил, что у него есть несколько идей, которые нужно срочно нести в массы. И стал проповедовать. Суть проповедей заключалась в ряде претензий в адрес католической церкви. Купите отпущение грехов. Купите. Продаю недорого. Как-то ему показались неправильными обилие собственности у священников, вздымание платы за проведение религиозных таинств, ну и, естественно, продажа священных должностей. Он-то всего добился сам. Поистине святая наивность. В общем, он оказался настолько убедительным и харизматичным, что ни к чему хорошему для него это не привело. Сначала его просто попросили больше не читать проповедей. В ответ на что он просто уехал из Праги нести классово близкие идеи к крестьянам. Закончилось это все тем, что его вызвали в Рим на священное собрание, посвященное расколу церкви. Ну, на православную и католическую. Ну, в общем, и сам император выдал ему специальную грамоту, утверждающую, что Яна Гуса никто не тронет. Ну, типа как независимого эксперта. Короче говоря, не стоит доверять имперским бюрократам. Грамота оказалась какой-то не такой, которую ему обещали. Нет, штампа нет. И Гуса оперативника сожгли на костре. Кстати, есть легенда, что наш профессор, уже стоя в костре, предсказал приход Мартина Лютера. В тот момент, когда закричал, Я-то гусь, но за мной придет лебедь. Звучит эта легенда весьма сомнительно, как вы заметили. Но мы ее вставили просто потому, что шутить про гусей самим в этом выпуске было бы неоригинально. Как-то высокое духовенство не подумало, что делая из болтливого гуса-мученика, можно легко спровоцировать поклонников его учения, которых на тот момент уже было реально немало. И так началось движение гуситов. В общем, после смерти гуса в Чехии начался полнейший бардак. Обиженные смертью любимого проповедника нищие, крестьяне и прочие маргиналы начали называть себя гуситами, формироваться в отряды и набегать на монастыри, церкви и прочие церковные домики. Церковную собственность. Домики. Набегать и грабить. Первым их публичным перформансом стал открытый мятеж в центре Праги. За мной, дети мои. Ну, там они ворвались в местный муниципалитет и выкинули из окна семь градоуправителей, представителей императора. Из окон выбросить. Не троньте нас. Ну, а после того, как гуситы грабили и уходили, приходили паны. Местные мелкие феодалы, которые под шумок отхапывали себе ставшую ничейной землю. Выражая тем самым свое глубокое возмущение касательно смерти гуса. Нет, ну а что, церковь тогда реально уже достала мелкое немецкое дворянство. Ну, и их до кучи тоже объявили маргиналами гуситами. И еретиками. Всех. Гуситы не растерялись, и у горы под названием Табор основали военный лагерь под названием Табор. Ай, бро! Со временем это место превратилось в полноценный город. Очень симпатичный, надо сказать. Да, да, называется он Табор. Можете погуглить. Как вы уже поняли, гуситы представляли собой неоднородную массу. Половину из них, собственно, составляли жители новооснованного города Табор, куда стекались всевозможные маргиналы. А назывались они, соответственно, Табориты. Порядки у них были славные. На улицах стояли бочки, и все, кто приходил в город, выкидывали туда свою последнюю мелочь, на которую Табориты в итоге оснащали свою армию. Вообще, они там организовали практически анархическую республику. Выступали Табориты, в общем-то, против любой формы власти. Против священников, священных императоров, священных королей, ну и так далее. Запросы у другой половины гуситов, так называемых умеренных, ну, куда входило всякое обнищавшее дворянство, были попроще. Грубо говоря, они просто хотели, чтобы церковь перестала с них драть деньги за все. Ну, и еще, чтобы богослужения начали проходить на чешском. Ну, и чтобы они упростились. Не очень много-то, на самом деле. В общем, всех этих людей объединил в единую армию парень с прекрасным именем Ян Жишко. Обедневший дворянин, но бескрайне талантливый полководец. Этот товарищ ввел в армию гуситов весьма жесткий устав, в котором предусматривались действительно суровые наказания за любые дисциплинарные проступки. А также придумал совершенно нищебродскую, но крайне эффективную тактику, благодаря которой армии папства и империи регулярно обламывали зубы об армию гуситов. Собственно, в ближайшие 10 лет папа и римский император пять раз объявляли священный крестовый поход против гуситов. Один из них даже собиралась возглавить Жанна Дарк, но там ей быстро оказалось не до того. В чем же секрет успеха пронырливых чехов? Тактика Вандебурга. По сути, Ян Жишко придумал Тачанку. А армию гуситов превратил в этакую передвижную крепость. Брался воз, прикреплялся к коню, на воз ставилась пушка, пара арбалетчиков и десантный отряд. Много таких возов резво выкатывалось на поле битвы, разворачивалось пушками в сторону противника, скреплялось цепями и вуаля, посреди поля вырастала страшная для любого нападающего конструкция. Добавьте к этому всему входящее в оборот огнестрельное ручное оружие, владению которым достаточно легко научить крестьянина. И то, что ударную силу армии крестоносцев составляли тяжелые конные рыцари. Абсолютно напрочь бессмысленные при таком положении дел. И вы получите весьма красочную картину так называемых гусицких войн. С нами правда. Жишко, кстати, был сначала на один, а потом и на второй глаз слепой, поэтому можно сравнить его с Кутузовым, если хотите. Я бы даже сказал двойной Кутузов. Впрочем, за эти 10 лет Жишко таки успел помереть. И что характерно, не в бою, а от чумы. На посту главнокомандующего маргиналами его заменил парень с еще более замечательным именем. Прокоп Голый. В итоге к 1433 году император и папа догадались, что что-то они делают не так. И пошли на уступки требованием умеренных. Ну, вы помните, богослужения на чешском и все такое. Такого подвоха табориты как-то не ожидали. Сегодня мы этих мужиков раздавим. И как следствие оказались на голову разгромлены объединенной армией крестоносцев и своих бывших союзников. Прокоп погиб, таборитов разгромили, а умеренные получили выполнение своих умеренных требований. Самое веселое в этом, что кроме ослабления церкви и знатной такой разрухи во всей Центральной Европе эта прекрасная победа в общем-то никому ничего не принесла. Короче, весьма своеобразный успех. А город Табор до сих пор стоит красивый. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok